Всем привет дорогие друзья! С вами Каталог Воблеров и я Куцей Сергей. Перед тем как начать обзор хочу сказать несколько слов. Есть люди которые по умолчанию уже настроены, не услышав ничего конкретного из данного обзора, что это видео является проплаченной рекламой. Когда вышел обзор воблера Strike Pro Inquisitor 110SP, на тот момент о нем было очень мало информации или вообще не было, то многие люди решили, что это просто реклама. Как может быть дешевый воблер, а играть на уровне или даже местами лучше чем легенда. После того как вышел батл Inquisitor Orbit, в котором победил Inquisitor, тут я уже вообще выслушал очень много хорошего, хорошего конечно в кавычках. Но сейчас, на данный момент, для всех тех людей, которые так страстно и яростно мне доказывали, что Inquisitor это дешевый Китай, недоделанная копия и бесперспективный кусок пластмассы, зайдите пожалуйста на широко известный ресурс воблера.com.ua. Посмотрите, какую позицию вот эта вот недоделанная копия занимает в топе. Почитайте отзывы реальных обладателей этого воблера, сравните с тем, что я говорил. Я думаю, ни одного вопроса по поводу рекламы у вас просто не останется. Ну все, высказался. Надеюсь, комментариев, которых меня обозвут в очередной раз рекламой, будет поменьше. Поскольку в этом обзоре довольно много характеристик воблера Цуёки Ватсон 110СП я буду конкретно хвалить. Всю информацию, положительную, отрицательную, которую наработаю по этому воблеру, я обязательно ею с вами поделюсь. Ничего не скрою. Итак, еще одна реплика на легендарный воблер Z-Baits Orbit 110СП. Это реплика от Цуёки из очередной серии новинок Цуёки воблер Ватсон 110СП понравился мне больше всего. Понравился по совокупности определенных показателей. Сегодня о всех них я расскажу. Никакой практики с этим воблером у меня пока что нет. О результативности его также пока ничего не могу утверждать. Но уже не дождусь открытия сезона, когда устрою батл Инквизитор Ватсон. Сегодня мы узнаем в основном только то, что касается матчасти. Проверим, насколько хорошо летит воблер, какая у него игра, насколько хорошие тройники и другие показатели. Давайте начинать. Насколько схожи наши воблеры? Оригинал и реплика. Orbit и Ватсон. Хочу вам сказать, что эти воблеры очень схожи между собой. И на первый взгляд визуально кажется, что у воблеров буквально одно тело. Очень хорошо скопирована даже мелкая деталировка. Но это лишь на первый взгляд. Если вооружиться штангенциркулем, то становится ясно, что Ватсон во всех отношениях немножко больше, чем Orbit. Он немножко толще, он немножко длиннее. Его лопаточка на какую-то часть миллиметра также шире. В общем, все остальные параметры пропорционально буквально идентичны. Потому в этом тесте Ватсон невозможно назвать копией Orbit, но можно назвать увеличенной копией. Очень схожей на оригинал, но немножечко больше во всех отношениях. Насколько хорошая фурнитура на нашем воблере? Первое, что могу сказать, это то, что фурнитура, установленная на воблере, однозначно не подвержена коррозии. Это я проверял. Сейчас давайте проверим, насколько она прочная и насколько она эластичная. Берем один тройничок и пытаемся его разогнуть. Это сделать у нас получилось. Видим тройничок, мы разогнули. Хочу сказать, что очень прочная фурнитура. По сравнению с оригинальными тройниками, которые стояли на ZipBytes Orbit, гораздо прочнее. Теперь попробуем восстановить исходное положение тройничка. Опа. Оторвался. Давайте попробуем еще разок. Так, выгнуть, выгнули. Гнется довольно сложно. В общем, если вы разогнули тройничок, то восстановить у вас его вряд ли получится. Хоть многие и говорят, что на этом воблере должна стоять фурнитура от Овнер, но все видели своими глазами. Тест на звук. Какой звук во время проводки издает воблер Tsuyuki Watson 110 SP? ZipBytes Orbit у нас тихий воблер. Немножечко в его теле звучит система дальнего заброса. И на этом все. Очень слабые издаваемые звуки. Давайте послушаем, какие звуки издает Watson. Слышим, что Watson явно гораздо более громче звучит, чем Orbit. Не громко. Между средне-громкими и тихими воблерами, но он скорее напоминает воблер Strike Pro Inquisitor 110 SP, нежели Orbit. Показатели очень схожи у этих двух воблеров, но Inquisitor звучит более глухо, а Watson более звонко. В этом тесте также совсем не ZipBytes Orbit. Средне-шумящий или тихо-шумящий, что-то между этим. Насколько хорошо покрашен наш воблер? Давайте это проверим. Я уже немножко его поцарапал. Где-то в другом месте. Вот здесь, например. В данном случае слоя лака нет. Но верхний слой достаточно твердый. Вот такими ударами ножом слой краски не пробивается. Краска надежно привязана к каждой ее сегменте к телу воблера. Кусками ничего не сдирается. Сдереть можно только самый верхний слой. Если немножечко нож вошел в тело воблера, то все. На этом месте он и остается. В принципе, неплохой показатель. Он лучше, чем у Strike Pro Inquisitor 110 SP. Примерно такой же, как у ZipBytes Orbit. В этом тесте могу сказать, что Watson покрашен достойно. Дальность заброса. Насколько хорошо летит наш воблер? А я вам хочу сказать, что этот показатель у 110-го Watson весьма крутой. Воблер из 30 пробных забросов в среднем летит на 49,5 метра. Немножечко там копеечек не хватило до этой цифры. Летит он очень устойчиво. Система дальнего заброса, моя любимая магнитка, работает очень продуктивно и исправно. Реально ни одной претензии по броскам, по забросу воблера у меня не нашлось. Не было таких моментов, когда бы воблер крутила. Хотя и был порой ветерок такой метров до трех. В общем, хочу сказать следующее. Если вам нравится, как летит ZipBytes Orbit, то вы ни в коем случае, я это могу гарантировать, не будете разочарованы полетными качествами воблера Suyoki Watson 110SP. Даже немножечко в хорошем смысле будете удивлены этими показателями. Игра воблера. Насколько хорошо играет наша новинка? Я вам скажу, что наша новинка играет очень круто. Это еще одна сильная сторона воблера. Воблер реально умеет все. Он послушный, не очень упористый. По сравнению с Orbit, буквально тот же показатель. Очень отзывчивый, довольно легко заводится. Хорошо ролит, хорошо уходит по сторонам. Меняет при определенных манипуляциях горизонты проводки. Несколько раз добился от него петелек. То есть воблер нарезал круг вокруг своей оси. На картинке вы можете также заметить, что воблер обладает еще и приличными остаточными колебаниями. Очень доволен я этими показателями, но ни в коем случае не слушайте мое мнение. Это же проплаченная реклама, на деньги от которой я вставил себе платиновые зубы и золотом на них написал. Ну а для здравых зрителей, для здравых рыбаков скажу, что этот воблер однозначно заслуживает вашего внимания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Широкий ассортимент моделей воблеров ЦУЙОКИ Широкий ассортимент цветовых решений этих воблеров Официальный дилер ЦУЙОКИ в Украине Мои друзья Магазин Рыбачок.com.ua Итак, дорогие друзья, давайте подводить итоги. ЦУЙОКИ ВАТСОН 110СП Хочу сразу сказать, что Ватсон это совсем не копия Z-Baits Orbit. Хочу сразу сказать о минусах ЦУЙОКИ ВАТСОН. Это качество фурнитуры. Оно оставляет желать лучшего. Фурнитура не ржавеет. Она очень, странички очень цепкие. Но манипуляции над собой они не выдерживают. Разогнули тройничок, подогнуть уже нет возможности. Троник просто разлетается. Очевидно, он просто немного перекален. В общем, это и все минусы. Воблер ЦУЙОКИ ВАТСОН покрашен по отношению к оригиналу очень достойно. Дальность заброса, средний показатель дальности заброса выше, чем у оригинала. Но выше, очевидно, по той причине, что сам воблер немножко тяжелее. Игра у воблера просто обалденная. Все видели своими глазами. Думаю, мои слова у вас вопросов не вызовут. В общем, если учитывать еще и цену, то просто замечательный воблер. Для тех людей, кто ищет копию Орбита, Ватсон однозначно не вариант. Но для тех, кто ищет другие воблера с другими возможностями, обратите свое внимание на ЦУЙОКИ ВАТСОН 110 СП. Повторюсь, что практики у меня по данному воблеру пока что нет. Ни единой щуки, еще на него не споймал я. Но матчасть просто впечатляет. Дождусь сезона открытой воды. И обязательно в следующем сезоне постараюсь отснять вторую часть по этому воблеру и батл. ЦУЙОКИ ВАТСОН 110 СП и СТРАЙК ПРО ИНКВИЗИТР 110 СП. Также, возможно, сниму его в паре с Орбитом. В общем, много планов у меня на этот воблер, поскольку считаю его реально очень перспективным. Всем, кому понравилось, кому было интересно, оставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, подпишитесь на канал моих друзей. Вступайте в группы в соцсетях. Ссылки, как всегда, в описании. Всем ни хвоста, ни чешуи. До скорых встреч.